Заседание 14-й сессии Черноморского городского совета открылось исполнением государственного гимна. В первом повестке дня стоял вопрос о работе Ильичевской местной прокуратуры за 6 месяцев текущего года. По этому вопросу информацию предоставила первый заместитель руководителя местной прокуратуры Марина Додул. Так же сотрудник прокуратуры рассказала депутатам о ситуации, которая сложилась вокруг супермаркета «Виртус». Туди виїхали в Петроні, виїхала група, намагалися забезпечити належну охорону нового порядку. На перший час нам вивчаються відео, які були надані з офіційних засобів масової інформації, а також ті, що є в мережі інтернет. Початку для того, щоб встановити осіб, які посередньо встріляли і таким чином пошкодили майною, яке там було пошкоджено відео. На перший час осіб поки що не встановлено, але ведеться над цим робота. Затем депутати рассмотрели бюджетні вопросы. В частності, присутствуючі утвердили изменения в бюджет городу, розходна частина которого увеличилась на 21 млн грн. Таким образом, около 1,5 млн грн направлено в сферу образования, 2,7 млн на соціальну захисту населения, 6 млн на завершение строительства Молодаринського общежития. Кроме того, большинством голосов депутаты увеличили финансирование ряда целевых городских программ, спор для всех, гражданской защиты, а також здоров'я населения Черноморской территориальной громады. Затем депутаты утвердили список присяжных Ильичевского городского суда. Народные избранники внесли изменения в решение, касающееся утверждения структуры и общей численности аппарата исполнительных органов горсовета, а також проведение торгов в форме аукциона о продаже права аренды земельного участка, расположенного по улице Южной в селе Бурлача-Балка. Еще одним своим решением депутаты дали разрешение физическому лицу на продажу земельного участка площадью 30 квадратных метров, расположенного по улице Данченко, 3Б, дробь 1. Кроме того, присутствующие обсудили более 150 земельных вопросов. В завершении народные избранники рассмотрели несколько депутатских запросов. По мнению депутатов, в целом сессия прошла плодотворно. У меня впечатление такое, что каждая сессия у нас проходит тяжелее по ряду объективных и не очень объективных причин. Но в общем сегодня принято ряд важных вопросов, в частности вопрос поддержки здравоохранения. При перераспределении бюджетных денег сегодня утвердили решением большинства депутатов Следующие суммы – это 750 тысяч гривен на здравоохранение в помощь членам больничной кассы. При этом 240 тысяч гривен из них – это перераспределенные деньги после проведенного тендера по неврологическому отделению, так как выигравшая компания уменьшила сумму, выделенную городсбюджетом, на 240 тысяч. Это дополнительные 500 тысяч для продолжения приобретения растворов, системы шприцов для членов больничной кассы. И это дополнительные 150 тысяч – это на туберкулин для вакцинации детского населения 100 тысяч. И 50 тысяч – для женщин беременных, которым положено исследование на всевозможные инфекции во время беременности. Я считаю, что те решения, которые приняты, приняты правильно, и то, что некоторые депутаты остались недовольны чем-то. Просто беда их в том, уровень знаний нормативно-законодательной базы, особенно в части бюджета, который будет приниматься в Верховной Раде, нежелание читать эти документы, а заниматься популизмом, они к чему хорошему не проводили, не привели. Мэр Черноморска Валерий Хмельнюк прокомментировал вопросы, которые вызвали в сессионном зале наиболее бурные обсуждения. Несколько позиций по вопросам земель. Они вызывали определенные споры и непонимания. Ну вот я начну с главного. Значит, у нас некоторые депутаты, я их не называю по фамилии, некоторые депутаты, которые говорят, «Валерий Яковлевич, вот у нас есть земли, вот предприятие «Автозаздеву», значит, давайте мы их заставим платить по полной программе». Значит, городской совет имеет право устанавливать там шкалу, там, скажем, один процент, полпроцента и так далее. Я говорю, давайте, завод не работает, предприятие не работает, давайте мы его окончательно угробим. И вообще не будем получать ни одной копейки. Они завтра откажутся от этой земли, мы заберем резерв. Но мы же там ничего не построим, потому что сейчас никто не приходит строить. Или, скажем, значит, надо там, значит, решить вопрос по перестановке, значит, там, автобусной там остановки. Ну, никто не хочет, чтобы она была где-то под носом, под боком какого-то дома. Ну, все кричат, надо где-то хоть какую-то сделать ее. Говорят, пожалуйста, будем делать. А, нет, не нравится. Или, скажем, зацепились вот за земельный участок, значит, нашего депутата Бугачука. Вот когда за его конкретные вещи захватывают, у него сразу поднимается куча проблем. И вот он начинает что делать? Я вот передам свою собственность, значит, воинам АТО. Но он обманывает их. И многих других обманывает. Он не просто лукает, обманывает. У него собственности никогда там не было. Решением суда еще там несколько лет назад эта собственность была аннулирована. В ходе 14-й сессии Черноморского городского совета депутаты приняли несколько важных решений, которые касаются разных сфер жизнедеятельности нашего города.